Тревожность, нервозность, бессонница, беспокойство стали верными друзьями многих людей в свете последних событий. Это не есть норма. Стресс можно и нужно устранять. В этом видео я поделюсь с вами пятью, на самом деле даже шестью способами быстрого антистресса прямо здесь и сейчас. Способы суперлегкие, но эффективные. Для каждого найдется как минимум один подходящий вариант, поэтому без ничего вы сегодня точно не уйдете. Ну а для начала я расскажу, чем хорош стресс и какие органы начинают страдать от его избытка в первую очередь. Вот такой вот каламбур, но обо всем по порядку. Подписывайтесь на канал, а я буду рассказывать. Друзья, всем привет! Меня зовут Катя Кляин и вы на канале Ключик Телу. Активная закадровая жизнь моего канала началась в конце января 2022. В течение февраля я активно снимала выпуски, работала с командой над монтажом и планированием дальнейшего контента. А потом наступило 24 февраля, и очень многое как будто потеряло смысл. Я, как и многие, находилась в растерянности, пытаясь снова найти почву под ногами. И мы с командой приняли решение так или иначе продолжать работу над каналом и публиковать видео, цель которых будет помогать вам, несмотря ни на что. Жизнь стала сложнее, но она не остановилась. Мы продолжаем функционировать, жить, строить планы. И нам по-прежнему нужно заботиться о теле и разуме. Сейчас им даже требуется еще больше заботы, чем раньше. Мотивируясь этой мыслью, хочу помогать вам через призму нутрициологии. Выпуски, которые мы сняли до, мы тоже выпустим. Пусть они будут символом веры и надежды, что очень скоро все наладится. Зачем нам снимать стресс и чем он опасен? Вообще любой коротковременный стресс нужен нашему телу. Если говорить в целом, то без стресса у нас бы не было эволюционного развития. То есть эволюция происходит тогда, когда есть какой-то толчок к дальнейшему развитию, когда есть стимул. Например, я вот испытывала такой стресс коротковременный, когда выезжала из родительского дома, где меня всем обеспечивали. И вот этот стресс от ухода в неизвестное будущее, где нужно как-то самой вертеться и соображать, он подтолкнул меня к тому, что я начала заниматься своим делом и развиваться. Поэтому любой стрессовый фактор, небольшой, который вскоре заканчивается, мы можем рассматривать как стимул к дальнейшему развитию. Потому что он приводит к мобилизации сил, к увеличению мотивации, к тренировке нашей иммунной системы, к поиску путей избегания таких ситуаций в будущем. И во время короткого стресса у нас вырабатываются гормоны адреналин и кортизол, которые мобилизуют все наши силы на поиск решения для того, чтобы выжить. Как только действие стрессового фактора заканчивается, уровень гормонов снижается, и тело начинает входить в обычный режим. И такая ситуация является нормальной, но когда у нас стресс происходит постоянный, то стрессовые гормоны повышаются чаще, и тело не успевает их переработать, и они приводят к повреждению. Тканей и органов. В первую очередь страдают от этого надпочечники, потому что именно они производят стрессовые гормоны. Со временем развивается дефицит половых гормонов, так как и они, и надпочечники, и гормоны стрессовые производятся из одного вещества предшественника. Также слабеет иммунитет. Человек начинает чаще болеть, появляется вялость, хроническая усталость, тяга к сладкому, а за этим следует и избыточный вес. А теперь важная новость. Мы можем помочь телу уменьшить количество стрессовых гормонов и губительный эффект от них с помощью различных способов. И пока я не начала рассказывать о своих способах, напишите, что вам помогает снижать стресс. Может, у нас что-то сойдется, проведем такой мини-эксперимент. Первый способ — это дыхательные практики. Все маленькие дети и животные дышат животом. Если обратить внимание, как они дышат во время сна и когда расслаблены, то можно заметить, что делается это именно с помощью живота. А вот многие взрослые разучиваются дышать таким способом. И особенно во время стресса наше дыхание становится грудным. То есть мы дышим вот этой верхней частью, грудь начинает сжиматься, амплитуда диафрагмы становится меньше, а дыхание становится мелким и быстрым. Коротковременно такое дыхание оправдано, но оно не должно быть постоянным, так как в этот момент повышается давление, сердечный ритм, кровь направляется в сторону мозга, и у нас высвобождаются гормоны стресса. Что же делать? Мы в стрессовой ситуации можем искусственным способом простимулировать тело дышать животом и таким образом дать сигнал в мозг, что стрессовая ситуация уже закончилась. Итак, первый способ это диафрагмальное дыхание или дыхание животом. Это упражнение можно выполнять как сидя, так и лежа. Положите одну руку на грудь, а другую на живот. Это поможет отследить, что грудь у вас не поднимается, и вы дышите животом. При вдохе живот надувается, а при выдохе втягивается. Работает у нас в этот момент исключительно живот. Делайте так примерно минуту, а потом понаблюдайте за своими ощущениями. Если стало легче, то на этом можно закончить. А если вы чувствуете, что вам недостаточно, то можно повторить еще один цикл на 1-2 минуты. И еще один из самых простых и эффективных методов — это метод квадрата. Он очень простой. Вы можете найти предмет прямоугольной или квадратной формы на стене, или можно его нарисовать. Нам нужно только, чтобы было 4 угла. Каждый шаг упражнения делается на 4 счета. Изначально нам нужно посмотреть в левый верхний угол и сделать вдох на 4 счета. Далее передвинуться на верхний правый и задержать дыхание на 4 счета. Дальше опуститься на нижний правый и выдохнуть на 4 счета. И на нижнем левом вновь сделать задержку на 4 счета. Итак, мы ходим по квадрату 10-20 раз или столько, сколько вам нужно для того, чтобы стало легче, для того, чтобы ваше дыхание нормализовалось и вы успокоились. Следующий экспресс-метод снижения стресса — это эфирные масла. За счет очень малого размера молекул они проникают сквозь кожу и через слизистые оболочки носа прямо в мозг. Таким образом мы напрямую влияем через мозг на наше эмоциональное состояние. Как это делать? Я рекомендую начать с сухих ингаляций. Берете ватный диск или кусочек ткани, наносите каплю эфирного масла, подносите к носу и дышите. Также можно использовать ладошки. Мне этот вариант нравится даже больше. Наносите масло на ладонь, распределяете между двух ладоней. Главное особо не растирать, масло не нужно нагревать. Складываете ладони лодочкой, прикладываете к носу и дышите в течение минуты. Еще можно использовать диффузор. Главное, чтобы он был современный. Не нагревал масла. Еще эфирные масла можно использовать, нанося их на кожу. В места, которые активно кровоснабжаются. Это могут быть опястия, шея. Какие же масла лучше всего использовать для снятия стресса? Отлично подойдет масло корицы. Вообще все цитрусовые подходят для коррекции стрессовых состояний, поскольку они дарят радость, приятные ассоциации и даже немного мотивируют. Также подойдут масла кедра, лимонграсса, лаванды, шалфея, мяты, бергамота, сандала и ладена. Кстати, сандалы ладен оказывают глубокий расслабляющий эффект, поэтому они часто используются в каких-то ритуалах. Собственно, ладен используется в церкви. А еще можно использовать смеси эфирных масел, которые делает, например, марка Дотера. Вообще вы можете использовать любой из вышеперечисленных масел, аромат которого вам ближе и приятнее. Следующий вариант работы со стрессом – это прием адаптогенов и добавок для расслабления. Знаете ли вы что-то про адаптогены? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Адаптогены – это вещества, которые помогают нашему организму приспособиться, то есть адаптироваться к различным меняющимся внешним факторам. Стресс является, конечно же, одним из них. Основные адаптогены, которые обычно используются – это женьшень, китайский лимонник, радиола розовая, элеутерококк, рейше, солодка, ашваганда, шизандра. Такие достаточно интересные и необычные названия у адаптогенов. Дозировка будет зависеть от вашего состояния. Я рекомендую начинать с минимальной дозировки, которая указана на упаковке, и пробовать. Обычно используют несколько адаптогенов, чтобы добиться более полноценного эффекта. Но стоит отметить, что добавление адаптогенов – это достаточно ювелирная работа. У некоторых добавок есть противопоказания. Поэтому я вам рекомендую перед приемом все-таки проконсультироваться со специалистом, чтобы он вам помог оценить ваше состояние, чтобы он помог подобрать вам подходящую дозировку и, в принципе, подходящий адаптоген. Потому что стадии стресса бывают разные, и не всегда можно справиться, воспользовавшись подручными методами, опускать это состояние на самотек, и усугублять будет чревато последствиями. То есть, если вы чувствуете ухудшение состояния, вы входите в депрессию, не стоит ждать, что как-то само пройдет, или пытаться применить все адаптогены разом, чтобы уж точно помогло. А еще для расслабления и более спокойного сна можно использовать такие добавки, как базилик, эльтианин, мелисса и магний. Они более безобидны, вы можете воспользоваться ими самостоятельно. Магний есть в нескольких разных формах. Я рекомендую использовать цитрат или глицинат. Еще один вариант экспресс-самотерапии для снятия стресса, если вам по каким-то причинам не подходит медитация, это методика 5-4-3-2-1. Этот метод можно использовать абсолютно в любой ситуации и, в принципе, в любом месте. Для этого вам нужно сделать глубокий вдох и медленный выдох. Первый шаг. Мы находим 5 вещей, которые мы можем рассмотреть. Это может быть все, что угодно. Это может быть человек рядом, это может быть картина, это может быть кружка на столе, сам стол, все, что угодно. Дальше мы находим 4 вещи, которые можно почувствовать. То есть ощутить их влияние на себе. Это может быть теплая чашка, это может быть прохлада, которая сквозит из окна, это может быть кондиционер, который дует, это может быть нагревающийся гаджет. Далее мы находим 3 вещи, которые мы можем услышать. Например, шум звенящего лифта. Например, шум кондиционера. Или шум людей посторонних. Далее мы находим 2 вещи, которые мы можем понюхать. Это могут быть цитрусовые, это могут быть фломастеры. И в заключении мы находим 1 вещь, которую мы можем попробовать. Это может быть все, что угодно. Это может быть какой-то вкусный, приятный напиток. Задача этих 5 шагов вернуть нас к реальности. То есть к нашим ощущениям здесь и сейчас. Чтобы мы перестали витать где-то там и вернулись в реальную жизнь. Как только мы возвращаемся в реальную жизнь, уже можем понять, что нам делать дальше, для того, чтобы такая ситуация больше не повторилась. Еще один инструмент работы со стрессом – это медитация. Для тех, кто это уже пробовал, наверняка знают, что медитация отлично помогает очистить свой ум от навязчивых мыслей, перезагрузиться, расслабиться после тяжелого трудового дня. Те, кто еще не пробовал, я очень советую вам попробовать эту технику. Возможно, в самый пик стресса, если вы до этого не практиковали, вам будет сложно расслабиться, войти в медитацию. И на этом этапе, возможно, лучше воспользоваться другим способом. Но если вы уже знакомы с медитацией, пожалуйста, практикуйте. Новичкам я рекомендую начать практиковать не в состоянии стресса, чтобы потом вы уже были в теме и смогли расслабиться с помощью этого способа. Это не эзотерика, тут все очень просто. Это время наедине с собой, время, которого нам обычно очень не хватает в течение дня. Медитация позволяет уделить время себе, пусть это даже будет 10-15 минут в день, но это будет время, когда вы можете понять, что же происходит внутри меня и чего же я хочу. Вы сможете вернуть себе базовые ощущения. Какие же основные правила проведения медитации? Выделите себе время и место, где вам никто не будет мешать. Если вы новичок, то, скорее всего, у вас будут какие-то отвлекающие факторы, и вам нужно будет подобрать более уединенное место. Также для новичков желательно проводить медитацию лежа на полу, раскинув ноги и руки максимально широко. Это поможет достичь максимального расслабления. Если же вам сложно находиться в тишине, лезут разные мысли в голову, то можно подобрать медитацию с музыкой или с голосом, за которыми вы будете следовать. Сюда также можно подключать эфирные масла для большего расслабляющего эффекта. Ребята, на сегодня это все. Я поделилась с вами своими техниками, ну а вы поделитесь в комментариях своими. Вот такой вот круговорот пользы у нас сегодня с вами получится. А если вы еще не поделились своими техниками, то можно сделать это прямо сейчас. Я очень надеюсь, что вы найдете мой топ-5 полезным и легко применимым в жизни. А вообще очень надеюсь, что ситуаций в жизни, в которых нужно будет это применять, станет меньше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну а мы с вами увидимся уже на следующей неделе в новом выпуске. Пока-пока!